Президент Амалиева объявил, что Саркисяна зовут не Серж, а Сержик. В свидетельстве о рождении тоже так написано. И значит, написав Сержик, мы не оскорбляем этого человека. Тем более оскорблять человека, говорящего в интервью Томаса Деваалу о Хачарлинском геноциде, цитата, азербайджанцы должны были знать, что армяне не шутят. Конец цитаты. Оправдывающего массовые убийства и этнические чистки весьма естественно. Итак, сегодня многие из вас уже прочли ответ господина Амкама Алиева Сержику Саркисяну. Так что же сказал Сержик, что заслужил такую резкую реакцию? Сержик произнес все слова 1 октября, выступая на конференции «Республиканцы-последователи реформ». Он сказал, что тот, кто считает себя настоящим мужчиной на Кавказе, никогда не говорит за спиной врага, не сплетничает и не хвастается. По его словам, об этом он заявил в ответ на то, что Ильхам Алиев нацелился на него в своем последнем выступлении. Цитата. «Если какие-то силы передали тебе подарок на блюдечке, то помни, и ты, и твой отец потерпели поражение от трех бывших президентов Армении, причем как на поле боя, так и за столом переговоров. Ты лучше всех знаешь, что если бы не смена власти в 2018 году, произошедшая в Армении, про активном содействии внешних сил, то не видать тебе шуши и гадрута, как своих ушей». Конец цитаты. Президент ответил самым жестким образом. Несмотря на то, что параметры Сержика не соответствуют и одному к миллиону части качеств Ильхама Алиева, и этому убийце детей, террористу, пришедшему к власти в 2008 году кровью своего народа, можно было и не отвечать. Но у Ильхама Алиева есть довольно важный тезис. Никому нельзя позволять искажать историю и оставлять кого-то без ответа. Как говорится, молчание не всегда золото, и во многих случаях понимается как согласие с обвинением и другой стороны. Добавить исторические факты к ответам Ильхама Алиева архиважно. После прихода к власти Гейдара Алиева в конце 1993-го, в начале 1994-го года, при непосредственной технической и военной поддержке Ельцина, армяне под командованием Сержа Саркисяна и Роберта Качарьяна перешли в наступление. Цель состоялась в том, чтобы оккупировать территории, где проходил запланированный маршрут Баку-Джейхан, в том числе значительную часть Мингечевира. Азербайджан готовился к крупным нефтяным контрактам и поэтому находился под серьезным давлением России. Гейдар Алиев еще не имел возможности подчинить все вооруженные формирования внутри страны. Он пришел к власти всего лишь за месяц до этого. 3 октября 1993-го года он был избран президентом. Именно в этот момент, не дав Гейдар Алиеву возможности восстановить стабильность в стране, пара «Сержик Роберт» под давлением Ельцина перешла в наступление. По призыву Гейдара Алиева были мобилизированы десятки тысяч молодых людей. И во всех смыслах этого слова началась смертельная война. Гейдар Алиев, не имея государственного бюджета и сформированной армии, сам лично руководил войной, в которой участвовали не имеющие военную технику добровольцы, бойцы без дисциплины. О том, какую тактику использовали азербайджанские солдаты и как сражались в этой войне, покойный Бафа Гулузада рассказал после раскрытия 20-летнего грифа секретности в 2014 году. А позже детали раскрыл Эльдар Намазов, находившийся в то время в команде Гейдара Алиева. Армяне встретили такую тактику и сопротивление, что не только не смогли занять хоть сантиметр земли, но даже были вынуждены отступить с некоторых территорий. В конце концов, Сержик и Роберт отказались от настояния Ельцина и трижды настойчиво попросили Азербайджан прекратить войну, перейдя на прямой контакт. Возможности Азербайджана не хватало для продолжения войны, и Гейдар Алиев принял эту просьбу армян. Именно в результате этой войны Армения 12 мая 1994 года без ведома и согласия России подписало договор, прекращение огня было необходимо Азербайджану для внутренней стабильности, для создания армии, для выполнения мегапроектов и восстановления экономики. То есть Сержик лжет как может. Его армия всего один раз столкнулась с добровольческими формированиями, возглавляемыми Гейдаром Алиевым. И тогда, прося помощи и уступая стратегические высоты, особенно в Мурове, была вынуждена отступить. Перейдем к дипломатической плоскости. Начнем с Тарпетросяна, так как Сержик сказал, что Алиевы «проиграли трем президентам Армении с военной и с дипломатической точки зрения». Уже с 1996 года началась полномасштабная победа Гейдара Алиева над Арменией на дипломатической арене. Первой ласточкой стал Лиссабонский саммит. На этом саммите 53 из 54 стран подписали документ, подтверждающий, что Армения является оккупантом. Против выступила только сама Армения. Затем процесс встречи президента Азербайджана Гейдара Алиева с ведущими мировыми державами и ознакомление с реалиями Азербайджана приобрел более широкий размах. В то время Тарпетросян говорил, что лоббистом Азербайджана выступает компания BP, и предотвратить это невозможно. После первого тяжелого дипломатического поражения вышла в свет знаменитая статья Тарпетросяна. Тогда Петросян писал, что они должны согласиться с тем, что предлагает Азербайджан. Или через несколько лет они же будут умолять о том, что азербайджанцы предлагали им тогда. Но Баку же не согласится. Это было дипломатическое поражение Петросяна перед Гейдаром Алиевым. А ты, Сержик, говорил, что вы победили на поле боя и на дипломатической арене. Давайте продолжим. Начиная с 1998 года, Гейдар Алиев добился формализации вывода сепаратистов Нагорного Карабаха из переговорных процессов. До тех пор называемая стороной Нагорно-Карабахская сепаратическая организация после 1999 года вообще не упоминалась. Гейдар Алиев недвусмысленно подтвердил на всей международной арене, что это конфликт Армения-Азербайджан-Нагорный Карабах. Всем стало ясно, что конфликт здесь между Арменией и Азербайджаном, а Нагорный Карабах не сторона конфликта. Следует отметить, тем, кто работал в СМИ в того времени, хорошо известно, что в словосочетании Армяно-Азербайджана-Нагорно-Карабахский конфликт после слова «Азербайджан» уже не ставились запятые, то есть вопрос Нагорного Карабаха как стороны конфликта вышел из обсуждения. Вместо этого было сформулировано следующее название – Армяно-Тереазербайджанский конфликт. Когда произошла эта дипломатическая победа, у власти в Армении был Кочарян, то есть второй из трех президентов Армении тяжело проиграл Кейдару Алиеву и в войне 1993-1994 годов и на дипломатической арене 1999-2000 годов. Кейдар Алиев привел к признанию в мире миллиона бешенцев-переселенцев, а также построил столпы государства, создал основу его экономической мощи и т.д. Дипломатическая активность Кейдара Алиева в тот период была настолько высока, что этим можно было только удивляться. Перед Кейдаром Алиевым, установившим дипломатические отношения с Джорджем Бушем до путешествия на корабле, стоял дипломатический дебил с головокружениями от временного успеха. По сути, пытающийся создать образ, бросающего вызов политическому величию Кейдара Алиева, неотличимый от Сюрята Гусейнова Роберт Кочарян. Итак, о власти Сержика. Кто же в 2011 году под давлением принял мадридские принципы, а затем и их не выполнил? Кто же в 2011 году под давлением принял мадридские принципы, а затем и их не выполнил? То есть, в отличие от настоящего кавказца, не сдержал свое обещание. Процесс развивался. С 2012 года Сержик начал торговать. Он решил поднять цену с 5 миллиардов до 10 миллиардов долларов за вывод своей армии из Карабаха и освобождение районов. Ильхам Алиев вел настолько искусную дипломатию, что не только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, но даже президент Белоруссии Александр Лукашенко начал оказывать давление на Саргсяна. Благодаря политическо-дипломатическим способностям Ильхама Алиева дело дошло до того, что Армению не поддержал даже ОДКБ, членом которой она является. Напротив, влиятельные члены ОДКБ заняли место рядом с Азербайджаном. Это же почти вчерашние события. Все это знают. Что сказал президент Белоруссии Лукашенко в лицо Сержу и армянской делегации? Сержика доконали дипломатические поражения от Ильхама Алиева и, наконец, развернулась апрельская война. В апрельском бою азербайджанская армия прорвала Аганяновский барьер всего за 45 минут и вошла в 4 оккупированных района Азербайджана. Саркисиам был разбит, уничтожен. Ля-Ля-Тапа была освобождена. Давайте вспоминать, ведь это событие вчерашнего дня. Человек, извините, что употребляю это слово в отношении Сержика должен быть таким наглым и бессовестным, чтобы сказать Ильхама Алиеву, что он победил на поле боя. Если бы Россия не вмешалась бы в то время, то то, что произошло в 2020 году, случилось бы в апреле 2016 года. Почему Сержик забывает, что он охарактеризовал эти поражения как отступление с некоторых бессмысленных территорий? Почему прекратилась апрельская война? Потому что Сержик официально взял на себя обязательство в кратчайшие сроки освободить семь районов, а гарантом стал российский лидер Владимир Путин. Сержик получил поддержку до выборов. Якобы на выборах этот факт мог сработать вне его пользы и устроил игру. По его мнению, он нашел Юсива Сараджа и хотел переложить всю ответственность на Пашиняна, чтобы снова вернуться к власти. Путин оказывал давление, потому что он был гарантом до той степени, что даже Лавров, будучи армянином, объявил в Ереване, что пять районов должны быть возвращены. Сержик же создал западного Пашика для того, чтобы стать гарантом России, заложить основу и тем самым избавиться от давления со стороны Армении. Он сам подготовил почву для этого, пустил в страну США с биолабораториями, фонд Сороса, европейские неправительственные организации, подписал соглашение низкого уровня с ЕС. Но он не мог устоять перед Россией, потому что, по его словам, хотел избавиться от излишних, унизительных фраз Путина, Алиева, Закулисома. А у Лукашенко перед камерами. У Сержика комплекс неполноценности, и так было всегда. Вот почему он может без стыда сказать, что он выиграл на поле боя и в дипломатии. Николу пришлось якобы спасаться от давления России, искать убежище во Франции. Продолжать оккупацию земель он даже пытался это сделать. Результат? Терпение Ильхам Алиева уже переполнилось, и он начал перечислять свои дипломатические победы на всех платформах – в Сочи, на Балдае, в Мюнхене. И война, и историческая победа. Поскольку последние процессы находятся на виду у всех, нет необходимости говорить об этом. С апреля 2016 года, а то и с 2012 года, прошло не так уж много времени, и каждый может хорошо вспомнить, что в Европе Сержик торговал землей. Теперь он говорит, что победил Ильхама Алиева, которому он проиграл по всем параметрам. Так почему же Путин согласен дружить с чертом, нежели с Сержиком? Почему он считает Кочаряна более достойным, чем он? А потому что Сержик ушел от своего обещания и создал игру, чтобы бросить Армению в объятия Европы. Поскольку Путин все это прекрасно знает, он не считается Сержем во всех смыслах этого слова. Кстати, заявление Сержика было распространено на всех авторитетных армянских сайтах. Теперь его нет, все удалено. Теперь их нет, все удалено. Видимо, кто-то дал Армении понять, насколько врал Сержик и чем это чревато для Сержика и для всей Армении. В этом направлении и было заявление Ильхама Алиева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова